МИ-26Т2 Цифровым автопилотом и новым навигационным комплексом с поддержкой систем навигации МАВСТАР и ГЛОНАСС Пилотирует МИ-26 герой России и заслуженный летчик-испытатель Александр Климов Кстати говоря, для визуального контроля над грузом на внешней подвеске в ночное время установлен дополнительный прожектор разработки компании Транзас Он имеет режим стандартного свечения, а также режим инфракрасного свечения для применения с очками ночного видения МИ-26Т2 уникальный пилотаж этого гиганта специально для вас в небе Жуковского Ну а новое бортовое оборудование обеспечивает работу вертолета в любой точке земного шара и позволяет выполнять полеты по приборам в соответствии с международными правилами выполнения приборных полетов Применение новой авионики также позволило уменьшить количество пилотов в экипаже вертолета с пяти до двух человек Вертолеты семейства МИ-26 по-настоящему уникальные Способные перевозить внутри кабины на внешней подвеске груза общей массой до 20 тонн на расстоянии до 800 километров В перегонном варианте МИ-26 может пролететь порядка двух тысяч километров без посадки на дозаправку Вертолету принадлежит 14 мировых рекордов, в том числе подъем 10 тонн груза на высоту 6,5 километров По достижению высоты 2000 метров с полетной массой превышающей 56 тонн Обратите внимание, как легко и изящно этот вертолет пилотирует заслуженный летчик Герой России Александр Климов Машина весом более 50 тонн За два месяца работы по перевозке грузов Один вертолет МИ-26 выполнит тот же объем работ, который несколько авиакомпаний с парками средних и легких вертолетов будут выполнять целый год Вот сейчас Александр Климов приветствует вас, дорогие друзья Помашем ему и похлопаем Летчик видит каждого из вас, благодарит за теплый прием Летчик видит каждого из вас, благодарит за теплым приемомпании Летчик видит каждого из вас, благодарит за теплым приемомпания «Летчик готов», он хочет сказать «Летчик готов» Счастливый приемомпания с ней Поднимаются повыше туда, к облачности, друзья мои, чтобы разогнать над нами тучи. Производство вертолетов Ми-26 организовано в Ростове-на-Дону на предприятии Росвертол, входящем в холдинг вертолета России. С 1980 года построено более 300 гражданских и военных модификаций машин этого типа.